всем привет хочу сказать что мой прогноз по затмениям на ноябрь-декабрь и во-первых досрочно сбывается во вторых очень причудливых формах своем видео затмениях я говорил что эта серия отличается проблемами в плане электроснабжения энергоснабжения да в общем и например 2003 году когда была именно эта серия затмений были рекордные отключения электричества по миру два раза около 60 миллиона человек оставались на сутки там ну скажем так чуть более без электричества но в этом 2021 году эта серия дает во-первых больше размах во-вторых очень причудливые формы но прежде всего это видно по европе где так называемый энергокризис вызванный переходом на альтернативные источники энергии и проблемы с этим связаны во-первых их эффективность не такая высокая во вторых из-за отказа сейчас пустые хранилища зимы в европе из изменения климата стали холоднее и например в германии выпустили социальный ролик как согреться с помощью горшка для цветов его увидите в конце в общем там идет увеличение стоимость коммуналке проблемы у предприятий потому что себестоимость товара начала резко расти ситуация на украине становится катастрофической уже есть отключение но самое интересное впереди потому что запасов там нет никаких фактически ни угля ни газа это связано с политикой украины которая отказалась во время от российских и белорусских поставок а у европы на самом деле собственных ресурсов фактически не так как вы поняли из моего монолога ранее они сами себя то не могут обеспечить в общем там целая катастрофа на самом деле надвигается но я бы хотел особенно выделить ситуацию в китае который очень мало говорят там тоже так называемый энергокризис правда сами китайцы вот так не называют потому что он каком-то смысле спланирован там также как и в европе решили перейти на экологически более чистые виды скажем так энергии идет отказ от угля а уголь это была база скажем так энергообеспечения предприятий и отопления в китае и главным источником загрязнения одновременно с этим и вели там определенной категории теперь разные предприятия получают электрии электричество по разному кто-то постоянно а кто-то два через два то есть два дня дается два дня не дается именно днем ночью дается в общем там очень сложная сеть там распоряжений и это привело к тому что часть предприятий останавливается часть переходит на ночной режим себестоимость товара начинает реально расти вот то есть и будет получается так что и жилы некоторые скажем так районы остаются без электричества и и сейчас россия фактически второй кратном размере по определенным линиям нарастила подачу электричества в китае то есть мы если все это вообще получается что значительная часть мира уже на данный момент еще до того как произошли эти затмения находится в энергокризисе причем очень серьезным с очень серьезными последствиями которыми я скажу в следующем видео но главное надо понять что во первых проблемы уже прямо сейчас есть и это пугает потому что затмение не произошли значит самое все интересное впереди об этом я скажу видео про 4 ноября вот второе то что очень странный скажем так формат и это во многом связано с тем что это по-настоящему год урана и изменяется скажем так энергоисточники и надо отметить что европа что китай испытывая очень серьезные проблемы из-за этого вот они все равно решили они отказываются от этих мер в китае правда помимо экологической повестки есть еще другая тема они хотят от по сути отказаться от ширпотреба они хоть не хотят больше быть главной фабрикой мира не вот они во многом идут по пути к по которому свое время пошла япония когда это вы примерно 80-е годы поняла что если она будет также наращивать производство она просто задохнется до страна маленькая производством бы очень много и они просто решили переводить производство в корею и китай а главный офис оставить в самой японии чтобы как бы основные сливки шли к ним и не в общем то так и сделали это одна из главных на скажем так чудес что корейской что китайской экономики это очень сильная свое в свое время поддержка японии муж это была целая программа для того чтобы разгрузить скажем так экологию японии эта тема не нова и вот китай идет примерно по тому же пути поэтому идет разделение категории производства высокотехнологичные производства где высокая маржинальность там низкие энергозатраты и так далее они получают электричество стабильно у них нет проблем а вот те кто производит что-то очень дешевенькая простенькая не скажем так не особо экологичная с большими энергозатратами они буквально встают на грань банкротства и вот и соответственно отсюда выводы и это осознанная политика китая то есть все они больше не страна ширпотреба это реально это как государственная новая политика вот и здесь стоит надо дать им должное потому что это по-настоящему жестко будет такой в россии было бы столько шума бобы столько негодования но китайцы китайское правительство все равно идет и этой кстати лишь одна из мер потому что там еще в плане недвижимости идут очень серьезные подкручивание гайки запретом на операции с криптовалютами так далее везде где может быть серьезная спекуляция создание скажем так определенных мыльных пузырей как называется в экономике там идет очень жесткая борьба то есть китай вышел прямо на такую тему зачистки зачистки собственной экономики что может очень-очень своеобразно отразиться на всей мировой экономики потому что китай был главным ее к мотивам и сейчас очевидно что он скажем так замедляется это очень многих пугает но обо всем этом чему это все может привести смотрите моих новых видео и вот их на канале должно быть ближайшее время скажем так много всем удачи все